Безопасность дорожного движения за 16 миллионов евро. Кредит мэрия планирует брать в европейских инвестиционном банки и банки реконструкции развития. Главная цель создания в Одессе дорожно-транспортной инфраструктуры европейского уровня, чтобы уменьшить число погибших и пострадавших в ДТП. В частности, есть идея перепланирования основных и второстепенных магистралей, появления новых приподнятых остановок и пешеходных переходов. На проезжей части должны появиться островки безопасности и велодорожки, антипарковочные столбики. Кроме того, четыре улицы станут пешеходными, а трамвайные пути по всему городу будут ограждены. Еще один элемент проекта – надземные пешеходные переходы. Трансформация существующих магистральных улиц с учетом приоритетов нынешних городов, защиты пешеходов, велосипедистов, комфортное их существование с автомобилистами и также очень важен общественный транспорт. В проекте участвуют пять украинских городов. Кроме Одессы – это Киев, Харьков, Днепр и Львов. По словам городских чиновников, вся документация будет сначала утверждена к обминам, а после – европейской стороной. Кредит дают под льготные 2% годовых на 20 лет с отсрочкой начала возврата средств. Кроме того, в мэрии уверяют, подрядчиками могут стать международные компании. Все закупки четко, жестко рекламентированы. Страта всех денег ведется под контролем. Все тендеры – узбоджи европейского офиса воли нового МФО. Все работы принимаются независимыми экспертами и консультантами. Европейцы будут полностью контролировать использование этих денег, и поэтому их гораздо сложнее украсть, чем бюджетные деньги. Ну и в том числе проценты очень низкие, и это тоже очень выгодно. На реализацию уйдет где-то года три. То есть работы раньше, чем через год, вряд ли начнутся.